В совхозе имени Ленина с размахом проводили Масленицу. Готовятся к небывалому урожаю земляники и продолжают отстаивать свой поселок и народное предприятие в борьбе с рейдерами. Я не работаю в совхозе, я просто живу здесь. Но со стороны вижу все, мне очень нравится здесь жить. Потому что для людей? Да. В воскресенье весь поселок собрался на проводы широкой Масленицы. В парке у школы пели песни, жарили блины и, конечно, делились впечатлениями. Мы очень сильно любим совхоз имени Ленина, посещаем все праздники. Атмосфера потрясающая, люди добрые. Для нас для всех приоритетом это, конечно, являются дети. И все, что касается их развития, досуга. И здесь мы нашли абсолютно все. Самое главное, поселок это то место, о котором мечтают. Вот, например, мы мечтали здесь жить. У нас получилось. Александра Мельник с мужем оказались в поселке случайно. Ехали в машине, обсуждали, где бы они хотели жить долго и счастливо, свернули не туда. Вернее, как раз туда, где захотелось остаться надолго. Проезжали, смотрим, что-то такое интересное в виде замка. Заехали, посмотрели. Неужели так можно жить? Неужели здесь такое может быть? Самый главный человек здесь ходит, Павел Николаевич Грудинин, и со всеми здоровается. Понимаете? То есть это, наверное, такой показатель того, что здесь все дружны. Благодаря сплоченности жителей совхоз имени Ленина до сих пор процветает, хотя предприятие уже много лет подвергается атакам со стороны рейдеров. Пираты 21 века ищут любые способы завладеть землей предприятия. Под их ударом сейчас местный дом культуры. Люди в масках силой заняли здание и оставили детей без развивающих кружков и места для проведения дополнительных занятий со школьниками. У меня дети занимались в ДК. Сын занимался и дочь. Сейчас нам перенесли все это в земляничную поляну. Ну, конечно, неудобства есть, да, потому что были такие великолепные праздники с артистами и со всеми остальными. Сейчас как бы у нас этого нет. Жалко немножко. Но занятия продолжаются. Спасибо большое. Все в режиме. Каждый день по два, три, а то и пять судов. Это очень сложно. Вот Геннадий Андреевич об этом неоднократно говорил, что нас просто взяли рейдеров в оборот так, что по каждому поводу судится. Это, конечно, уже ненормально. И он обратился ко всем властям, потому что ясно, что за этими рейдерами стоят властные структуры. Причем они достаточно серьезные. И у них очень высокая поддержка среди силовых структур и судебной системы. Совхоз имени Ленина – единственное сельхозпредприятие, которое удалось сохранить вдоль МКАДы. И последнее в Ленинском районе Подмосковья. Единая Россия вообще сейчас у нее рейдер падает. А все же наши оппоненты, так называемые, в кавычках, в общем, бандиты – это единоросс. Люди, которые приехали сюда для того, чтобы развалить предприятие, тем более все же знают, что они только что развалили колхоз Горького Владимировича. Колхоз Владимировича рядом находящийся. И видят, что там произошло, как потеряны были рабочие места, как были уничтожены фермы, теплицы. И поэтому коллектив этого не хочет. Поэтому целиком и полностью поддерживают руководство. Сейчас в совхозе налажена лучшая в стране социальная программа поддержки сотрудников. Для их семей доступно жилье, бесплатное образование, здравоохранение, детский досуг, современные спортивные комплексы. Мы сейчас в марте еще одну премию выплатим. И средний доход работников совхоза, не имея топ-менеджеров, так называемых, в виду, без них средний доход составил 100 тысяч рублей в месяц. Это очень хороший доход. Я думаю, что это самый высокий показатель среди сельхозпредприятий. Но самое главное – совхоз имени Ленина и другие народные предприятия доказали, что даже в условиях кризиса и пандемии они не только не сокращают производство, но и способны его наращивать. КПРФ неоднократно предлагала и предлагает внедрить их опыт по всей России. Этот опыт показал, что даже в условиях системного кризиса предприятия платят зарплату. Совхоз имени Ленин более 100 тысяч рублей, полная социалка, бесплатное образование, здравоохранение, великолепные работы, профтехобразование. Еще раз обращаюсь к президенту и его администрации. Вам переданы материалы по совхозу имени Ленина. Мы ждем официального ответа, потому что это вызов всем народным предприятиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин